На Белазе, кстати, делают небольшие станции обезжелезивания. Одну поставили в Заславль в качестве эксперимента. В итоге потребление воды там увеличилось вдвое, потому что у людей просто отпала необходимость покупать воду в бутылях. Эта станция полностью автоматическая. То есть, если есть связь, ты можешь ей управлять, ты можешь видеть. Она может работать за температурой минус 35. Хорошо очищает, да? Хорошо очищает. У нас уникальная система очистки. Если так называемые компании применяют всевозможные химические сорбоненты, так называемые, которые очищают воду, у нас здесь специальные пески. Сегодня технику показали президенту, среди прочей, которая помогает коммунальным службам в их работе. С небольшой экскурсии начинается разговор о развитии ЖКХ. Его президент анонсировал на прошлой неделе, когда назначал нового министра, и вот Полоцк. Здесь и передвижные котельные, и автомобили для уборки городов, машина для сбора мусора. Отдельно затронули тему сортировки и переработки отходов. В Беларуси все еще должным образом не налажен этот процесс. Мы пока не научились зарабатывать деньги в этой сфере. Президент привел пример Швейцарии, которая на отходах зарабатывает немалые суммы. Мы должны решить проблему сбора бытового мусора и переработки в то, что нам надо, что мы используем. Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Вот это одно из направлений, которым надо заниматься. И при том, ну, во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, мы очищаем страну, ну и потом это же и рабочие места, и это сырье для кого-то, для промышленности. Поэтому этим придется очень сильно заниматься. Я уже говорил, что Швейцария, богатая Швейцария, по размерам, как мы, по населению, слушайте, по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов. А мы там телепаемся к 50% подойти не можем. Поэтому придется эту высоту брать штурмом. Это большой кусок работы, но очень выгодный для Беларуси. Совещание проводили и в центре Полоцка. Президент даже немного прогулялся. Остался доволен увиденным из земли, из воздуха. Добирался ведь на вертолете. Разумеется, к приезду президента готовились, наводили порядок, но в этом ведь нет ничего плохого. Напротив. Ну, есть такие небольшое количество людей. Все, что хорошо, плохо, что плохо, тоже плохо. Им не угодишь. Так вот я хочу сказать, что я приехав сюда, увидев чистый, аккуратный город, с собой его не увезу. Большой разговор о будущем и настоящем ЖКХ нас зрел и до лучших времен ждать не может. Ведь речь идет о комфортной жизни каждого из нас. В прошлом каждое пятое обращение в администрацию президента камень в огород коммунальных служб. И в этом году тенденция, к сожалению, не меняется. И хоть разобрались с формированием тарифов, повышением надежности инженерных сетей и оборудования, но жалобы есть, а значит нет эффективной работы. Пора вернуться, опять же, в плане контроля за исполнением принятых нами с вами решений, посмотреть на них, и если нужно, откорректировать некоторые направления функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Вот прелюдия и конспирология того вопроса, который мы сегодня будем рассматривать. Почему конспирология так образно называют? Потому что в период предвыборный и любое заявление, действие, шаги президента, они сейчас рассматриваются альтернативщиками под увеличительным стеклом, под лупой, и везде ищут какие-то подводные камни. Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься этим вопросом, очень важный вопрос волнующих наших людей. Мы и впредь этим вопросом будем заниматься. И в коровники будем ходить, и свиноматок будем смотреть, и бройлерных кур, и кур несушек будем смотреть. Поэтому мы всем этим вопросом будем заниматься. Но прежде всего сегодня ЖКХ. Она, эта тема продиктована жизнью, как сказал. Практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами. И то, насколько люди довольны их качеством и доступностью на промы, влияет на настроение в нашем обществе. Президент просит рассказать, что получилось, а что нет. Одним из достижений можно назвать рост тарифов на услуги. Ежегодно не более чем на 5 долларов. Кроме того, в этом году планируют завершить работы по замене лифтов и снабдить питьевой водой 94% населения страны, продолжив строительство станций обезжелезивания. Если в течение 2016-2018 года в целом по республике было построено 60 станций обезжелезивания, то в 2019-м 269 таких станций. В текущем году будут введены в эксплуатацию еще 275 станций, что обеспечит выполнение задания на пятилетку. При этом доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек, проживающих преимущественно в сельской местности. Еще одним достижением можно смело назвать создание службы 115. Единый центр, в который стекаются все жалобы горожан, адресует их напрямую специалистам. Но в идеально задуманной системе пока не все гладко работает. Благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов, это должно осуществляться, как в советские времена говорили, инициативным способом. То есть люди сами должны выйти, привести в порядок этот двор, где-то дерево посадить, перекопать почву для того, чтобы подсеять траву. Но они же сами это не сделают, их надо организовать. И опять это наша проблема. Ну вот я смотрю на сквер, который находится вот здесь перед райисполкомом и так далее. Но я не думаю, что это люди сами пришли, лопатами перекопали, положили дорожки. Власть это организовала. И знаю, что за бюджетные деньги. Но если сделали такую красоту, ну так поддерживайте хотя бы за счет инициативы людей. Нельзя на это тратить бюджетные деньги. Бюджетные деньги должны идти на более существенные мероприятия, типа капитального ремонта зданий, сооружений, канализации, теплотрасс. Чаще всего в последнее время белорусы жалуются на ненадлежащее состояние подъездов и дворовых территорий. Президент тут категоричен. Серьезнейшим образом пришельстить, как функционирует эта служба и как она работает, чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь. Вызвали, приехала машина, человека госпитализировали. Точно так должна работать эта служба. И держать на контроле все те жалобы и обращения, которые ей поступили. А вот с чем без помощи специалистов не справиться, так это с капитальным ремонтом жилья. Чтобы решать этот вопрос оперативно, глава государства поручил дать больше полномочий представителям местной власти, тем же руководителям райисполкомов. Им виднее. Вселиться ту работу на местах, дать больше полномочий, естественно, чтобы эти вопросы оставались там. Я, как министр жилищного и коммунального хозяйства, буду уделять этому огромное внимание. Именно обращением граждан, качеством их выполнения, но не допущение их. Потому что это очень важно. Важно сегодня дойти до каждого человека, не ожидая этого обращения. Узнать их проблемы, помочь их решить. Что касается финансирования и других вопросов, глава государства окажет всевозможную помощь. Об этом сегодня говорилось, в том числе и, возможно, будет принято решение о покупке коммунальной техники по льготным лизинговым условиям для того, чтобы обновить и тем самым улучшить качество и скорость оказания жилищно-коммунальных услуг. Президент давно обещал навестить Спасо-Ефросиньевский монастырь. Подходящий момент наступил. История жизни преподобной – пример стойкости и веры в Господа на все времена. Не менее уникальная и история мощей святой. Умерла она в Иерусалиме, какое-то время тело хранилось там, затем 7 веков пребывала в Киево-Печерской лавре и только в 1910-м вернулась на родину. Последние 110 лет святая Ефросинья Полоцкая находится дома, в крестово-воздвиженском соборе, где продолжает исцелять и оберегать людей. Истории исцеления великое множество. К ней едут со всех концов света и почитают верующие разных конфессий. В настоящее время наша святая обитель открыта в 1990 году. Монастырь, слава Богу, вы видите, просветает. Здесь она госпожа, она хозяйка. Поверьте, она заботится о каждой из нас и о всех, кто к ней сюда приходит. И преклоняется к ее цельбоносным мощам. Изюминкой монастыря, если можно так сказать, является древняя Спасо-Преображенская церковь. Она 12 века. И здесь 45 лет прожила преподобная. Оказалось, что уникальное здание было несколько большим по размеру. Храм имел северную и южную галереи. То есть он имел совершенно другую архитектуру, чем представляется нам сейчас. Это был архитектурный величественный комплекс, который был построен в византийском стиле, при строительстве которого были применены уникальные инженерные архитектурные решения, ранее неизвестные в Древней Руси. Раскопки ведут студенты Полоцкого госуниверситета. Сюда устраивается паломничество. Все хотят прикоснуться к святыне. Подобных памятников в Белоруссии практически не сохранилось. Там другие памятники, они в более разрушенном состоянии, нежели Спасский храм. И, конечно, привлечение ребят, школьников, студентов к прикоснуться к таким древностям. Это очень важно для образовательного процесса и в целом для жизненного опыта. Послушницы монастыря презентовали президенту икону преподобной Ефросинии, а студенты – специальное издание Полоцкого университета. В следующем году, если вынести за скобки просветительскую деятельность преподобной, исполняется 440 лет образовательным традициям города. Древнейшие фрески показали президенту. Впечатляют также дубовые основы, на которых лежит кирпичная кладка. И это все XII века и почти идеально сохранилось. Мало только построить, важно еще и сохранить. ЖКХ в какой-то степени тоже про идеальное сохранение. Дмитрий Анисовец, Алена Сырова, Александр Бутрим и Илья Пучко. СТВ.